Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Андрей Чуев и Марина Африкантова вернулись в Москву из Дубая. Чуев готовится продолжать свою стройку. Как только сходят снега, продолжаю стройку и уже более масштабно, нежели ранее. А кого волнует, на какие деньги я буду строить? И верну ли я те, что брал у Кости с Димой? Идите лесом, не ваше дело, свои считайте. По слухам, на женском голосовании проект покинула Лера Фрост. Правда, пока неизвестно, ушла ли она насовсем или вернулась на поляну. А Лилия Четрару и Сергей Захарьяш объявили себя парой. «Я всегда иду к своей цели», – пишет Лилия. «У меня к Сереже действительно искренние чувства». Вова Гаути, который недавно поругался с Катей Гожвинской, объявил себя холостяком и наслаждается жизнью на Сейшелах. Марина Тристановна опубликовала первое фото после блефаропластики. Женщина уже писала ранее, что она вынуждена омолаживаться в свои 45 лет, чтобы выглядеть более привлекательно. Вика Комиссарова познакомила Антона Шоки со своей мамой. «Я ездил с моей малышкой к ее маме. Что могу сказать, будущая теща – супер». По информации от бывшей участницы «Дома-2» Татьяны Кирилюк, организаторы собирались устроить конкурс с призом 10 миллионов рублей. Участие предлагали нескольким парам – Гобозовым, Пынзарям, Романе Цыгусеву, Ашмариной и Григоренко. Но якобы согласились только Гобозовы, поэтому затея провалилась. Ксению Бородину оскорбили высказывания подписчиков о том, что она старуха. Она ответила подписчикам «Мне скоро 34 и мне нравится мой вес, моя внешность и особенно мой возраст. Я люблю все свои морщинки, а их немного и ни одного седого волоска. А многие из вас, писулик, уже в 20 идут боток сколоть, поэтому сидите на попках ровно». Ольга Ветер заинтриговала своих подписчиков в фотографии с мужчиной. «Ничего особенного», – подписала она снимок, – «листай дальше. Это просто дерябина в мужика переоделось». Антон Гусев недавно опубликовал пост, в котором разнес в пух и прав тех, кто смеет писать ему негативные комментарии. При этом он собрал несколько фотографий таких комментаторов, утверждая, что это опухшие от пьянки неудачницы, которые ничего не смыслят в хорошей жизни и завидуют ему. Однако подписчики этот пост не оценили, и Гусев его сразу же удалил. Многие считают, что на фото представлены обычные девушки и женщины, не опухшие ни от каких пьянок, а просто не отфотошопленные и не обработанные пластическими хирургами, как его Вика и он сам. К тому же ни один нормальный мужик вступать в склоки с женщинами не будет. Ему также напомнили, какой красоткой была Вика Романец до пластических операций. Катя Старикова, которая ведет новости Дома-2, разочаровала зрителей. Девушку позвали попробовать силы в роли эксперта по отношениям на ток-шоу. И с новой ролью Екатерина не справилась. Она не смогла толком расставить интонации, правильно задать вопрос. И зрители сошлись во мнении, что зачитывать новости у нее получается гораздо лучше. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.